всем привет меня зовут кирилл сафонов и сейчас я вам расскажу как играть на электрогитаре импульсивно для начала вспомним школьный курс физики на котором нам рассказывали что импульс это произведение масса тела на его скорость каким образом это связано с гитарой я подробно написал в статье формирование гитарного звука которую можно прочитать на моем сайте guitar science точка ру сейчас могу вкратце сказать что чем пульсивнее атака тем круче звук у гитаристов у которых атака так скажем мягко говоря не импульсивная им дай американский сур хаммер или ибанес или фендер там или какие-нибудь китайские дрова звучать они будут примерно одинаково одинаково хреново мыльно ватно и абсолютно безлико если атака импульсивная то мы раскрываем таким образом весь потенциал заложенный вот в этой деревяшки деревяшки своего инструмента именно к этому на мой взгляд и нужно стремиться так каким же образом мы можем увеличить импульсивность своего звукоизлечения исходя из формула можно сделать вывод о том что мы можем варьировать только массой и скоростью разберемся для начала с массой если гитарист играет примеру пальцами вот таким вот образом или же как-то используя только половину своей кисти играя вот так открытием и закрытием кисти получается то импульсивности здесь никакой не будет почему потому что крайне низкая масса то есть даже если он каким-то образом наберет большую скорость то масса которая обрушивается на струны все равно очень мало а поскольку закон сохранения никто не отменял то импульсивность передаст а соответственно маленькой гитаре гитара не звучит в полной мере масса должна быть максимально большая для этого необходимо подключить грубо говоря к кисти еще и предплечье если мы играем аккорды или даже если демпфированные ноту задействуется все равно вся масса масса кисти масса предплечье это достигается путем поворота всей конструкции таким вот образом теперь разберемся со скоростью для того чтобы максимально ускорить медиатор к моменту его взаимодействия со струной необходимо обеспечить ему пространство для замаха если пространство для замаха не будет то у нас получится не импульсивное хлесткое движение а давящая при котором мало того что первые доли секунды струна звучит фальшиво за счет слишком большой амплитуды ее колебания которые как раз таки предалась ей за счет давления так еще и слышно как в разное время берутся разные струны то есть по сути они звучат не одновременно а по очереди да быстро но по очереди грубо говоря вот так так вот еще раз повторяю нужно обеспечить пространство для замаха пространство для замаха она находится здесь все что выше удар у нас медиатором осуществляется не вертикально вниз а внутрь корпуса вот таким вот таким вот образом если есть пространство для замаха значит мы можем набрать скорость и уже соответственно медиатор с максимальной скоростью и как уже ранее было сказано с максимальной массой атакует струны и именно такой большой импульс передается струне начинает колебаться дерево там и так далее и в итоге шнура мы получаем на выходе то что нам нужно то есть полностью на сто процентов раскрытый инструмент хочу внести некоторую ясность по поводу разновидности движения правой руки если мы играем по одной струне то вполне достаточно вращательное движение если же мы играем по трем струнам и более то добавляете вертикальное движение для чего это нужно во первых для того чтобы сохранить одинаковый угол наклона медиатора по отношению к каждой из извлекаемых струн то есть если струн 6 значит все 6 струн должны извлекаться под одним и тем же углом чего невозможно достичь просто вращательное движение это первое второе для увеличения импульса каким образом он увеличивается он увеличивается за счет скорости потому что в данном случае если мы добавляем вертикальное движение то идет сумма вот этой скорости сумма вот этой скорости а соответственно импульс больше хочу отметить что к импульсивному звукоизвлечению необходимо привыкать самого начала даже если вы разучиваете какое-то сложное упражнение фразу там вещь и темп звукоизвлечения у вас одна нота в секунду там или меньше неважно все равно каждая нота должна извлекаться импульсивно бытует заблуждение что во время разучивания произведения импульсивностью можно пренебречь а она сама появится при увеличении темпа так вот на мой взгляд это заблуждение и очень грубая ошибка импульсивность сама не появится к ней нужно привыкать с самого начала в противном случае рискуйте играть вяло мягко ватно и ничего хорошего не получится а если играть импульсивно все будет хорошо всем пока